Переход из мира в мир Мир, как я показал недавно, волнует людей своей непредсказуемостью и вечной тайной, которая никогда не будет открыта людям материального мира. Все, что за горизонтом, есть виртуальная для людей картина, неподвластная сознанию материального человека, и поэтому так интересно человеку, и поэтому человек так хочет открыть ее, заглянуть туда, и желание его постоянно, ведь это непознанное так тревожит человека. Действительно, это как раз то самое будущее, причем ближайшее будущее, с которым встретится каждый человек через несколько лет. Тогда что есть эти несколько лет для человека? Это просто вспышка в сравнении с временами моей вечности. Это только миг перевоплощения человека при переходе из мира в мир. Отсюда возникает еще один вопрос. Ради чего человек мучается на этой земле? Что он должен успеть за этот короткий миг материализации? Я много раз говорил и еще раз повторю. Этот миг жизни в материальном мире отведен вам только ради проверки вашей способности мыслить и принимать решения самостоятельно, в атмосфере неопределенности, соблазнов и посылов лукавого. Главное заблуждение человеческого сознания, от которого произрастают все его проблемы, заключается в том, что, по мнению человека, жизнь в материальном мире конечна, и нет ничего за чертой вечности. Отсюда и ментальность человека, его поступки и, в конце концов, его философия жизни. Жизнь конечна, и надо успеть взять от нее все по максимуму. Эта философия жизни и определяет поведение человека, устремленного к получению максимальной отдачи от жизни, выражаемой в удовлетворении его материальных желаний до капли, до конца. Вот такая философия жизни и создает беспредел власти, беззаконность, терроризм и падение морали человека на земле. Но принимая эту философию, признавая конечность своего пребывания на земле, человек внутренне, далеко в глубине души, подвергает сомнению свой собственный тезис о конечности жизни, надеясь на ее продолжение даже в каком-то другом измерении или энергетическом пространстве. Эта раздвоенность сознания человека, с одной стороны, толкает его на получение максимально возможных материальных благ от жизни, а с другой заставляет оглядываться на свои собственные прегрешения, все же предполагая, что, возможно, придется держать ответ за содеянное. Человек от такой неопределенности сознания ищет, постоянно ищет ответы на вопросы о смысле жизни, но они просты и сложны одновременно. Из всех вопросов, самый главный для человека — что там, что за горизонтом или что в ближайшем завтра? Если это завтра реально и понятно для человека, тогда он выбирает один тип поведения, и это поведение или жизнь с оглядкой на Творца, с оглядкой на возможный суд. Ну а если нет завтра? А если нет завтра, тогда все должно быть сегодня, и по полной программе, и без тормозов. Но постоянный уход людей в небытие — есть самое тревожное событие для каждого человека. Есть напоминание о том, что материальный мир для человека не вечен, и все-таки есть переход из мира в мир. Из известных исторических персонажей только Христос был представлен Его ученикам как человек, вернувшийся из этого завтра и показавший, что жизнь продолжается, и что жизнь вечно. Никто, кроме Него, не возвращался хотя бы на пять минут, чтобы подтвердить, что все продолжается, но в другом измерении. Вот и остается человеку продолжать бояться неумолимого перехода из мира в мир и принимать реалии жизни в материальном мире как единственное свидетельство существования человека в вечности. Паника в сознании человека то заглушается, то возникает вновь. И единственным выходом из этого мучительного состояния есть только вера в Меня, Вашего Творца, в Мое мироустройство, в Вечность. Самое удивительное заключается в том, что большинством людей это условие принимается, а в последнее время людей, признающих Мое присутствие и Мое устройство мира, становится все больше и больше. Но дальше этого дело не продвигается. Люди верят в Меня, в Мои миры и в Вечность, но эту веру не примеряют на себя, на свою жизнь. Получается парадокс. Человек верит в Бога, в Его миры, но без связи с собственной жизнью. Эту веру человек не переносит на свое пребывание в материальном мире и на переход в другие миры. Но, принимая веру, человек должен принять тезис о том, что его жизнь переплетена с миром Бога, и что его жизнь, как и все у Бога, вечна. И Вечность есть постоянное состояние человека, созданного Творцом. А приняв тезис о Вечности жизни, нужно, наконец, согласиться с тем, что человек вечен, как вечен я, Бог, как вечен мой миропорядок, как вечна Вселенная. И вот тогда человек будет относиться к пребыванию на Земле, как к короткой его командировке из Вечности в материальный мир. Всем людям хорошо известно, что после всякой командировки следует сделать отчет о выполнении задания. И если помнить, что невыполнение задания наказывается штрафными санкциями, тогда самым заветным желанием человека на Земле обязательно будет неукоснительное выполнение предназначения своего, даваемого мной для каждого человека. Человеку важно помнить всегда, и особенно принимая веру в Бога, меня как Творца Вечности, что жизнь человека связана со всеми моими предначертаниями, не прерывается никогда, и все, что делает человек здесь, в материальном мире и там, в других мирах, находится под моим контролем. Я уже говорил о том, что гармония правит миром, А если жизнь человека конечна, тогда есть разрыв вечности, и нет гармонии, нет системы миров, а это все противоречит истине, а значит мне. Ведь истина есть Я, Бог, Творец всего и вся. Главное мое творение — это есть гармоничный мир природы, в котором человек только частица, но частица — это и великой гармонии. Субтитры создавал DimaTorzok